Здравствуйте! Интереснейшее дело попало нам в руки. Краснодар опять, Сочи. Вот когда смотришь на такие дела, не знаешь, что ли было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что у нас опять суды, опять полиция, ну и вот опять всякие вот эти схемы, схематозики краснодарские. Посмотрите на эту бумажку. Как вы думаете, что это такое? Тут какие-то росписи, какие-то цифры, нолики. Не буду вас томить, это расписка. Суд признал эту бумажку распиской. О чем вообще этот клочок, история его? Что якобы житель Сочи, Краснодарского края, Туров Юрий Иванович, бывший милиционер, взял 17 миллионов у некой Лаврентьевой Галины Лазаревни. Это директор на тот момент Сочи Холод. А Сочи Холод, я потом скажу, там интересные с ним истории, потому что там очень все связано. Взял эти 17 миллионов и не отдал. А вот написал такую расписку. Никакого договора не существует в принципе в природе между мной и Лаврентьевой Галиной Лазаревной. Эти отношения, что я вроде бы как у нее брал деньги в долг, придуманы Лаврентьевой изначально. Это бред ее желаний. И с этой распиской Галина Лазаревна пришла в суд, там сначала ей отказали, а в результате удовлетворили. А кто удовлетворил-то? Хахалева, Хахалева Елена. Та самая золотая судья. Помните свадьба за 2 миллиона, которая сейчас в бегах, то ли в Армении, то ли в Грузии. Но дело-то ее живо до сих пор. А тогда-то уж, когда она еще была той самой судьей золотой, тогда-то она практически всесильно была. И вот этот колочок бумаги она признает распиской. Вот такие чудеса в Краснодарском суде-то происходят. А с чего вдруг это все началось-то? А дело в том, что Лаврентьева решила, будучи директором Сочи Холод, предприятие 1 500 квадратных метров, а общая площадь там более 20 тысяч квадратных метров, в центре города Донская 7, в центре города Сочи. Решила приватизировать его, ну чтобы все ее было. И она решила это сделать, сделать это по закону очень дорого, если вообще возможно. То есть там миллиарды стоит. Но можно кое-что придумать, с кем-то поговорить, кому-то что-то принести. И это будет стоить гораздо, гораздо дешевле. Она обратилась к Турову. Вот к тому самому Юрию Ивановичу Турову, бывшему полицейскому, бывшему милиционеру. Туров, поняв, что это какой-то схематоз не совсем чистый, от этого отказался. И она пошла другим путем. Она пошла через суд. И тут опять появляется Елена Хахалева. Именно она передает в собственность весь Сочи Холод, все 11 с половиной тысяч квадратных метров, передают некой Сокольской. Ну это она связана с Лаврентьевой, потом Сокольская, Людмила Сокольская, якобы продает все это Лаврентьевой. И сейчас Лаврентьева полноправный владелец всего предприятия Сочи Холод. Вот у ней через Турову не получилось, ну и как бы вот не захотел Туров, ну вот на тебе вот такой иск. Вот так мы тебе сделаем на основе какой-то бумажки. Раз, ему прилетает такое, что вот оказывается он там кому-то должен. На основе, только на основе вот этой вот бумажки, которую суд краснодарский признал распиской. То есть, представляете, из Сочи Холод в руки Лаврентьевой отдали подчиненные Хахалевой. И вот этот клочок бумаги распиской признают тоже подчиненные Хахалевой. Вот это совпадение, да? Вот это вот повезло, так сказать. Повезло, так повезло. Что это за документ? О чем он? Никто не может сперва сказать, что это договор займа или расписка. Когда я говорю, что это договор займа по-хахалевски. А, ну по-хахалевски это все может быть. Это может быть с чем угодно. И дарение может быть по-хахалевски. Перечень цифрок, извините, как есть, несколько буквок. И вот этот вот непонятный документ, ну она же фельдкинограмма. Сначала Лазаревский районный суд Сочи признал договором займа, ну, знаете что, шедевральный. И уже в последующем административный состав легендарной суди Хахалевой признал это распиской. Напомним, что суд верит в совесть у них, либо не договорились. В итоге взыскал 9 миллионов 600 тысяч. Хотя в России 17. Вот так хочется сказать, вот это как был. Генератор случайных чисел. Вот нужно было помочь уважаемому человеку. Это вот юридическое дно. И оно было в очередной раз пробито. И вот сейчас по этому клочку бумаги будет новое рассмотрение дела. Уже сколько там судов прошло, и еще одно, по вновь открывшимся обстоятельствам, будут, судьи будут разбираться, является ли это договором. Вот может, ну вот посмотрите еще раз на этот клочок бумаги, вот как это, это может там, похоже на расписку, на договор, на что-нибудь. Вот это будут суде решать. Я предоставил в суд все доказательства, которые есть сейчас на сегодняшний момент, на сегодняшний день, что нету никакого у нас договора с Лаврентьевой, и что те судебные акты, которые были вынесены судьями из коллегии по административным делам, нарушения подсудности, являются противосудными судебными актами под давлением ее хорошей подруги Хахалевой Елены Владимировны. Наша редакция будет присутствовать на этом заседании судебном в Сочи, и вот будем очень внимательно смотреть в результате, чем станет эта бумажка. То есть она там останется распиской, договором, или станет она на самом деле тем, чем она есть. Это каким-то колочком бумаги, с какими-то каракулями, цифрами. И справедливость в конце концов восторжествует. И это еще не все, потому что еще остается дело Сочи-холода. Сочи-холод, который вот таким странным образом, многомиллиардное предприятие, не перестану этого повторять, многомиллиардное предприятие, 11,5 тысяч квадратных метров земли в центре Сочи, ушло просто за несколько миллионов. Схематоз, ну просто вот как бы, вот смотришь на него и все понимаешь, ну никто не видит, следствие не видит, следственный комитет говорит, все хорошо, все нормально, там как бы суды решили. Ну конечно, знаете, суды именем Российской Федерации, вот есть такие судьи, которые используют имя Российскую Федерацию, чтобы решать такие проблемы. В общем, смотрите наш новый фильм расследования. До свидания.